А лучшей ежедневной информационной программой Новости ТНТ Берегуф Наша задача работает над словом, но никаких слов не хватит, чтобы описать тот восторг. Наша команда лучшая в крае. Так считают жюри фестиваля Первской ассоциации радио и телевидения. Радушно принял лучшие телевизионные компании края в старинный купеческий город Кунгур. Он славится не только уникальной ледяной пещерой, но и неповторимой архитектурой. Вид из окон нашей гостиницы вдохновлял. Кунгурская земля всегда была плодородна во всех смыслах, и это олицетворяют колосси пшеницы на гербе, которые сцеплются из рога изобилия. Точно так же в Кунгуре мы получили и знания в достатке. Вот камеру бы я поставил так, но репортера бы поставил ближе к камеру. Это видно по взгляду. Взгляд должен сюда ближе, к зрителю. На протяжении всего фестиваля мастера телеэкрана проходили обучение. На одной площадке вел тренинги журналист-практик из Москвы Сергей Бондарев. С менеджерами по рекламе работала и известный на всю страну бизнес-тренер Алена Золотухина. А редакторы учились у члена Академии российского телевидения и лучшего телеведущего Екатеринбурга Алексея Фаустова. Журналистам, телевизионщикам, конечно же, приходится постоянно искать новые инструменты, новые фишки, новые шаги для того, чтобы быть на полшажочка впереди. И в очередной раз сказать «Ес, это делаем только мы». А потом уже все остальные становятся последовательными. На фестивале можно было и новым фишкам поучиться и обменяться опытом со своими коллегами. Например, с Вячеславом Алексеевым из Кунгура. Он стал лучшим оператором, по мнению жюри. Постоянно изучать, читать, смотреть работы других, потому что сейчас и аппаратура, техника, новые какие-то, новые технические приемы возникают. И чтобы быть, так скажем, в тренде, надо именно изучать какой-то уже, так скажем, мировой опыт. Руслан Амиров снял сюжет про своего друга Булата. Он живет в безлюдной тайге и судьи решили подарить герою этого сюжета гармонь. Пилит рога вот этих у оленей. Ему доверили пасти оленей. Тысяча голов, что ли. Они там продают их китайцам вот эти рога и так далее. То есть ловят рыбу, мясо вот этих, получается. Очень все настолько натурально и совсем другой ритм жизни, совсем другой принцип мышления. Фестиваль в семье «Единый» в этом году празднует свой десятый юбилей. За первое место состязались «Кунгур», «Чайковский», «Борда» и «Березники». Парт проводит фестивали для того, чтобы работники телекомпании «Мамала Городов» Пермского края имели возможность пообщаться друг с другом. Потому что все мы живем в замкнутых средах, ну, достаточно в замкнутых средах. И не хватает внешнего общения, не хватает обменного опыта. За два дня и мы опытом обменялись и успели собрать урожай наград. Сотрудники нашей телекомпании увезли с собой целых пять телевизионных башен из восьми. Лучшим корреспондентом стал. Итак, победитель в номинации «Репортер» Сергей Каленик. Таня Горезникиев. На нашем канале работает и самая очаровательная и профессиональная ведущая. Екатерина! А еще награду высшего достоинства получила режиссер Наталья Калинина за работу над фильмом о «Березняках. Голос города». Лучшим интервьюиром стал Андрей Фадеев, который ведет на нашем канале программу «Открытый разговор». Такой красивый финал стал для нас стимулом к тому, чтобы и дальше радовать вас яркими проектами и качественными новостями. Огордятся тем, что работают в таком коллективе. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости Верхниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова